Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет. Здорово и здраво! Здорово и здраво, да? Если вы любите бокс, это видео для вас. Еще один более или менее поединочек с вами разберем. Это Крэйг Ричардс против Джошуа Буати. Два полутяжа, два британца, два черных британца. Бой в Британии. Один проспект, а второй такой. Середняк, наверное. Да, в принципе, середняком можно назвать этого боксера. Какой-то прям проверкой не назовешь, но в принципе соперник годный. Лучше, чем какой-то мешок, скажем так. Крэйг Ричардс. Это, смотрите, боец дальней дистанции, который любит с дистанции поддавливать тех, кто работает в стоячей манере. Таких у него было много. И который пытается поддавливать тех, кто работает в отходе. Вот с этими у него проблемы. Вот этим бойцам он проигрывает. Вот. Ну, оппозиция у него там обыкновенная. Ну, вот те британцы, что там сейчас есть, они все никакие. Поэтому Ричардс одному проиграл. В принципе, всех выиграл. Не нокаутер, руки длинные, бьет хлопками, джебы бьет и хлопки бьет. То есть, что такое хлопок? Это когда вот... Ну, таким ударом не нокаутируешь, если у вас нету природной, очень серьезной мощи. У Ричардса этого нет. Какого-то качества серьезного там хука, правого прямого, еще там удара в печень. Как, например, у Маклонана там, у Иноуя был. Есть, точнее, у Маклонана был, у Иноуя есть. Ничего такого нет у Ричардса. То есть, он нокаутирует только, ну, реально, Мешков. То есть, нормального бойца ему не нокаутировать, а еще более нормального бойца даже не победить. Но есть неплохая у него, скажем так, послужная ступенька в карьере. Это бой с Дмитрием Биволом. Этот бой Ричардс провел лучше, чем Альварес провел бой с Биволом. Мы понимаем прекрасно, что Бивол в бою с Альваресом был гораздо более профессиональный боксер, чем с Ричардсом. С Ричардсом это был чистый любитель. Ну, работа на дистанции, на передней руке, где-то там пытаться двоечки бить. Держал блок, не более того. С Альваресом, мы знаем, от Бивола был и прессинг, и работа с весом на передней ноге, и контрудар на ближней дистанции из-за блока. И серийная работа, сталкивание локтем, шаг вперед, и добавление еще серийной работы. Работа спиной у канатов от блока, работа, когда соперник спиной у канатов тоже от блока. Все это у Бивола с Альваресом было, и Альварес он деклассировал. С Ричардсом этого не было, у Ричардса руки длинные, и была проблема с ним на дальней дистанции. Последние раунды Дима даже проиграл. Там, в принципе, раунда три, наверное, можно отдать Ричардсу, может четыре. Один судья даже пять отдал. То есть, ну, это круто для Ричардса. Он вышел явным аутсайдером, и вот с таким боксером, как Дмитрий Бивол, такое показал. Может ли он это показать с Буатси? А тут вопрос другой, понимаете? Буатси намного Бивола мощнее. Буатси, он просто, ну, такой железненький. Он именно реально железный боец, который хочет давить, хочет боксировать на ближней-средней дистанции. Но если боец дистанционный, каким, собственно, и является Ричардс, у Буатси проблемы, когда от него убегают. Он, проигрывая раунды, начинает догонять. И тогда он уже пытается просто забить. И, в принципе, у него это всегда получалось. Забивать Буатси умеет. То есть, если с ним стоять рубиться, он вас забьет. Это очень сильный боец в этом плане. Ну, с Артуром Бетербиевым, конечно, рубиться ему не надо. Или с Хильбертом Рамиросом. Но всех остальных он реально забьет. Вот кто в этом весе есть. Даже Смита, наверное, у него все шансы и забить. Он очень-очень крепкий. Он такой, ну, как вот эти братья Чарлы. Вот такой железный парень. Только вот в полутяжах может забивать. Не где-то там в маленьких весах, а в полутяжах может забивать людей. Даже непробитых. В принципе, выносливый, не сказать, что быстрый, не сказать, что медленный. Блок иногда поднимает. Но этот блок у него, как вам сказать, ну, как у Альвареса. Такой блок. Он где-то что-то защитит, но в основном он пропускает. Но он эти удары держит. То есть, мощный, более выносливый, более перспективный, более бьющий. И больше выбрасывающий ударов боец с таким сдавлением. Против дистанционного, длиннорукого бойца, который не самый лучший боец. У которого есть опыт боя с Дмитрием Биволом. Вот кто здесь победит. Ну, здесь победят судьи, если бой продлится всю дистанцию. А кому интересен Крейг Ричардс? Крейг Ричардс это по британским меркам Джорни Мэн. А Джошуа Буатси это британский такой топ, который будет собирать кассы, которого интересно. Смотрите, если вы не знали, в Лондоне там 95% уже населения это негры. Особенно те, кто связаны с боксом, там все негры. Поэтому Буатси, он для них такой. Он, по-моему, из команды Эттани Джошуа. То есть, он для них человек, которого они придут смотреть. Это деньги Буатси. Это хайп Буатси. Его выгодно вытащить, даже если он по очкам будет плохо смотреться с Ричардсом. Его выгодно вытащить. Ну, а забить у него шансы Ричардса забить есть. Но Ричардс боец большой. Ричардс боец длиннорукий. Ричардс боец, никогда не проигрывавший нокаутом. Поэтому проблемы у Буатси с этим будут. Но я думаю, что даже если не забьет, будет много моментов, когда Буатси сериями будет лупить, попадать. Где-то потрясать может Ричардса, загонять в канаты. И их на повторах постоянно будут показывать. И таким образом Буатси все-таки судьи вытащат. Чтобы Ричардса победить, ему нужно Буатси к себе не подпускать. Весь бой построить на дальней дистанции. Но он этого сделать не сможет. Потому что в убегании он не силен. У него руки длинные, он может поработать в отходе. Но прям убегать он в этом не силен. А против Буатси нужно именно убегать. Вот бить, убегать. Вот Ригонду показать. Тогда вы Буатси выиграете. Потому что у него прессинг недоработан. Блок у него не самый лучший. Какого-то качественного подхода к сопернику тоже там не наблюдается. Но когда он все-таки напротив вас оказывается, сразу у людей большие проблемы. Он очень много бьет. Очень бьет жестко. В принципе, на дальней дистанции я бы не сказал, что у Ричардса есть шанс его прям деклассировать. Потому что Буатси тоже неплохо боксирует на дальней дистанции. Пусть и хуже Ричардса. Поэтому даже если весь бой пройдет, вообще весь бой на дальней дистанции, Буатси свои раунды 3-4 заберет. А это для британских судей хорошо. То есть они, ну есть за что вытаскивать. Но он будет не только на дальней дистанции работать. Он будет поддавливать. Он будет работать на ближней дистанции. Он будет прижимать канатами. У него есть шанс потрясти, удосрочить, либо отправить в нокдаун. Поэтому явный фаворит здесь Джошуа Буатси. Он должен побеждать. Но вот что дальше будет, это уже интересно. Потому что Бивола, Рамироса, Битарбиева этот человек не пройдет Буатси. Но вот в этом бою мы можем проверить, как он прогрессирует. Потому что это такой материал очень крепкий. Из этого бойца можно сделать очень сильного соперника, который даст бой любому. Но пока вот он дерется с Крейгами Ричардсами.